Я когда-то рассказывал эту историю, но со временем появились новые данные. В Виннице при проведении земляных работ нашли огромный сейф весом в полтонны. Нашли под большим слоем горевшей земли. Рядом обнаружили немецкие серебряные монеты и звезду Давида. И сразу по городу поползли слухи, что сейф немецкий и там золото Гитлера. Ну, небольшая его часть не успели вывести. О том, что он немецкий, сказала даже Ольга Гробовская, заведующая сектором археологии Винницкого областного краеведческого музея. Это действительно немецкий сейф. На нем видны три замка с шифром, на которых есть немецкие надписи. Сейчас мы даже не догадываемся, что там может быть внутри. И добавила, открыть штатный способ его не получится. Время сделало свое дело. Металл очень окислился. А тут обратите внимание, будем применять специальные инструменты, чтобы минимально повредить сейф. Даже были слухи, что в сейфе золото Сармата. Как оно там оказалось? Да кто его знает? Но такие слухи ходили. Даже вспомнили то, что в Виннице в течение 1942-43 годов несколько раз был Адольф Гитлер. Управлял боевыми действиями со своей старки в Эрвольт. Ну точно там золото. Раз сам Гитлер рядом был. И по этой причине к сейфу даже приставили вооруженную охрану. Ну шутка ли такая куча золота? Сейф открывали через пару дней. Как вы уже поняли, журналистов было просто много. Это и понятно, такая сенсация. Да, заметьте, открывали, как я сказал выше, бережно и аккуратно, с помощью специальных инструментов, нанотехнологий и всего такого, чтобы минимально повредить сейф. Но тут не поспоришь. В итоге нашли папки с какими-то бумагами, чертежами и, как говорят, следы золотого песка. Выходит, золото все-таки было? И оказалось, что сейф не немецкий, а польский. И стоял он в здании электросети. Документы были по той же теме. А попал он под землю в результате того, что здание сгорело. Перегорели перекрытия между этажами и он банально шмякнулся в подвал. А потом это все завалило. Да, сейф решили передать польским историкам. А чего? Золота нет. Открыли бережно. Нате, берите и радуйтесь. Вот так вот. И верь после этого слухам. Дело было за границей. Парень находит в заброшенном здании металлический ящик. С виду похож на канистру. На первый взгляд. Но это не она. Да, обратите внимание, чем он копает. Почему-то не лопатой. А почему-то все просто. Грунтом тяжелый. Часто попадаются камни. Лопатой не годится. Итак, когда выкопал, то стало понятно, что это ящик из-под боеприпасов времен Второй мировой войны. Но смотрите, какой на нем замок. Прям амбарный. У меня когда-то такой был. Хорошие замки. Не то, что теперь. Конечно, такую находку парень забрал домой. И пытался открыть. Как-то замок быстро сдался. Ну, наверное, от времени. Еще несколько манипуляций огромной отверткой и ящик открыт. Но что же там внутри? Сразу на глаза бросается огромный, 50-ти кратный бинокль. Похож на морской. На нем хорошо видно орла. Дальше какой-то футляр. А внутри повязка на рукав. И награда солдата вермахта. В следующем свертке кружка с орлом 1937 года. Ну, чтобы чайку попить, наверное. Ремень с прягой. Ну, а ремень, если посмотреть, прям как новый. И поясная сумка. Тяжелая. Когда парень ее открыл, то не поверил своим глазам. Там были золотые слитки со свастикой. Вот это повезло. Но вот движение парня, как будто он посылку с конфетами и мандаринами к Новому году разбирает. Разве тут не должно быть море эмоций, полные штаны, радости. Ну, потом эта радость будет мешать ходить. Или я просто придираюсь. Ну, и вдобавок был люгер в состоянии. Бери, да стреляй. Еще и с обоймой. Вот вы верите, что это правда? Такой вот сохран у вещей может быть, в принципе, в сухом месте. И что это? Схрон офицера охраны золотого поезда Гитлера? Вот почему-то я думаю, что это реклама. Вот этого вот чудо-прибора. Мы что-то подобное уже видели. А данный ролик просто не весь, так сказать, кусочек вырезан из контекста. Или это я просто завидую и меня банально душит жаба? А вот напишите, кто верит, а кто не верит. И посмотрим, где правда. Со стороны-то одно виднее. Хотите купить металлоискатель, катушку и все, что надо для поиска. Но чтобы все это было только с официальной гарантией от производителя. А также получить профконсультацию или помощь в выборе. Плюс бесплатную доставку. Вам точно помогут в интернет-магазине MDStore. Здесь огромный выбор приборов как начального, так и профуровня известных мировых брендов. Также можно купить любую катушку, пинпоинтер, лопату, рюкзак, да много чего. В магазине MDStore постоянно проходят акции и скидки. При покупке MD вас ждут приятные дорогие подарки. Все новинки вы также можете найти именно тут. Есть кредит и рассрочка. Быстрое и простое оформление. Наличие товара на складе. Ссылочка под видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!